Всем привет! Меня зовут Димфира. Добро пожаловать на мой канал, на канал The Handmade. Это первая часть видео мастер-класса по вязанию вот такой вот куколки по имени Асена. Куколка получается ростом 28 сантиметров, вяжется очень легко, вот с такими вот густыми волосами. Платье у нее съемное получается и она у нас в нижнем белье. Нижнее белье ввязано по ходу вязания. Вот такая вот куколка. Куколка получается такой мягенькой, строненькой, без каркаса. Единственное, каркасную проволоку я использовала между шеей и головой, так как волосы очень густые, поэтому, чтобы голова не падала, нужно использовать каркасную проволоку здесь, так как плюшевая пряжа очень мягенькая, вот, и поэтому такую копну волос, такая тоненькая шея не сможет удержать без поддержки. Итак, сейчас я расскажу, что нам понадобится для вязания такой вот куколки. Для начала нам понадобится основная пряжа. У меня это Gimalaya Dolphin Baby. Основная пряжа бежевого цвета, бежево-пудрового цвета. Это будем мы вязать ножки, ручки, тело и голову. Далее нам понадобится дополнительный цвет. Этим цветом мы будем вязать туфельки и платье. На этот раз я выбрала вот такой вот светло-зеленый цвет, салатовый. Это номер 8350, а вот этот вот бежевый цвет это номер 8353. Так, далее нам понадобится для обвязки краев туфелек и платье. Я выбрала розового цвета и в этот раз нижнее белье я буду вязать тоже розовым цветом. Этот цвет номер сейчас я вам скажу. Так, этот розовый у нас. Какой розовый? Так, наверное, вот этот вот. Даже не этот. Нет, не похож. А, вот этот цвет розовый я не вклеила. Так, это 319, но это, по-моему, 303. Да, у меня здесь этого цвета нет. Так, этот цвет, вот этот розовый, он должен быть 80303. Итак, далее это вот нам пряжа на тельце, на платье, на обвязку и на нижнее белье. Далее нам понадобится пряжа, для волос. На этот раз я буду использовать Гималайю Тофи Бэйби. Она мне очень понравилась, когда вот я вязала куколку по имени Зизя и я еще вязала единорожек с разноцветными предлями. Вот, мне очень нравится, как смотрится прическа из этих, из этой пряжи. Вот, а на этой вот куколке я использовала пряжу на каперланта. Это микроволокно, стопроцентное микроволокно и ниточка, она получается скрученная из трех ниточек. И вот я фиксировала сначала ниточки, а потом их расслаивала. И получились вот такие вот вьющиеся, волнистые и пышные волосы. А в этот раз я хочу использовать Гималайю Тофи Бэйби. Итак, далее нам понадобится крючок. У меня это основной крючок номер пять. Этим крючком я вяжу плюшевые пряжи. Далее нам понадобится крючок номер три с половиной. Это для обвязки края платья и для обвязки края туфелек. Далее понадобится вспомогательный крючок. Как всегда, он у меня с собой два с половиной. Понадобятся ножницы. Понадобится маркер для отметки рядов. И нам понадобится еще каркасная проволока. Вот то, что я говорила, это между шеей и головой. Я использую вот такую флористическую проволоку. Вот так я ее вот скручиваю, чтобы не было острых концов. Вот так вот я вставляю. У вас может быть другая. Это уже каждый на свое усмотрение. Вот у меня, допустим, вот такая вот флористическая проволока. Далее нам понадобятся глазки. На этот раз я буду использовать черненькие, однотонные. Здесь я использовала цветные, голубые, под цвет волос. Вот у этой, что мы будем с вами вязать, я буду использовать однотонные черные глазки. Размер 8 миллиметров на безопасном креплении. Далее нам понадобится пуговичка для платья. Понадобится наполнитель и ленточка. Чтобы завязать этот бантик на голове. Итак, давайте приступим к вязанию. Перед вязанием обязательно посмотрите видео, которое есть на моем канале, которое называется два способа вязания крючком, так как это может повлиять на размер игрушки. Ссылку на это видео я вам оставлю в описании под этим видео. Берем пряжу основного цвета, цвет тела. Берем крючок номер три с половиной и будем вязать с вами ручки. Ручки вяжутся крючком меньшего размера, чтобы были более изящными, тоненькими. Итак, набираем две воздушные петли, вяжем неплотно, ниточку сильно не натягивая, вяжем свободно и во вторую петлю от крючка провязываем 6 столбиков без накида. Один, два, три и шесть. Провязали. Далее вяжем 6 столбиков без накида. Вяжем ряд без изменения. Один, два, три и шесть. Далее вот эту вот ниточку зафиксируем на стеночке любой нам подходящей петли. Просто вот так вот достаточно одного узелочка. И теперь наше вязание вывернем на лицевую сторону. Это вот сделать лучше сейчас, потому что дальше это будет либо очень трудно, либо вообще невозможно будет вывернуть на лицевую сторону. Так. И далее вяжем еще два ряда без изменения. В каждом ряду по 6 столбиков без накида. Провязали. Далее вяжем 1 столбик без накида плюс 1 убавка. Провязываем в ряду. Теперь в ряду у нас 4 петли вяжем 2 петли вяжем 2 петли вместе за передние стеночки. Далее вяжем также 1 столбик без накида плюс 1 убавка. Так. Провязали. Теперь в ряду у нас 4 петли. И далее будем вязать 15 рядов без изменения в каждом ряду по 4 столбика без накида. Либо просто вяжем 60 столбиков без накида. Вяжем и ручку наполнителем не наполняем. Но у нас будет без наполнителя. Будет мягкой, гибкой такой. Итак, вяжем 15 рядов без изменения. В каждом ряду по 4 столбика без накида. Или же вяжем просто общее количество петель 60. Провязали. Складываем ручку пополам и провязываем вместе получившиеся 2 ряда двумя столбиками без накида. Один и второй. Провязали. Протягиваем ниточку и отрезаем ее, оставляя небольшой хвостик. И хвостик прячем вовнутрь ручки. Итак, одна ручка у нас готова. Вторую ручку вяжем точно так же. Далее будем с вами вязать ножки. Итак, берем пряжу цвет туфелек. Берем крючок основной. У меня это крючок номер 5. И набираем 2 воздушные петли. 1, 2. Во вторую петлю от крючка провязываем 8 столбиков без накида. 1, 2, 3 и 8. Далее, следующие 4 ряда вяжем без изменения. В каждом ряду по 8 столбиков без накида. Итак, 4 ряда вяжем без изменения. Провязали. Далее вяжем 2 столбика без накида. 1, 2. убавка. Вяжем 1 убавку. Провязываем 2 петли вместе за передние стеночки. Еще раз так же повторим. 2 столбика без накида. И 1 убавка. Эту убавку не довязываем до конца. На ней мы будем менять цвет пряжи на основной. Берем пряжу бежевого цвета. Довязываем убавку. И следующий ряд вяжем 6 столбиков без накида за задние стеночки каждой петли. И так вяжем 6 столбиков без накида за заднюю стеночку каждой петли. Провязали. Зеленую пряжу можно уже отрезать. Завяжем хвостики на узелочке и спрячем вовнутрь вязание. И наполним наполнителем. Игрушка полностью будет наполнена у нас средней плотности. То есть игрушка должна быть стройненькая, мягенькая, гибкая. Поэтому наполнителя понадобится совсем немного на эту игрушку. Продолжаем наше вязание. Далее 15 рядов вяжем без изменения в каждом ряду по 6 столбиков без накида. Либо же общее количество петель должно быть связано 90. Вяжем и наполняем наполнителем по ходу вязания. Наполняем средней плотности. Провязали. Далее перейдем к обвязке вот этого вот края у туфельки. Итак, берем пряжу розового цвета. Берем крючок номер три с половиной и начнем обвязку. Обвязка у нас будет состоять из двух столбиков с одним накидом плюс одна соединительная петля. И будем так чередовать. Для начала начнем с соединительной петлей. Обвязку делаем за передние стеночки того вот ряда, где мы вязали 6 столбиков за заднюю стеночку каждой петли. И вот у нас остались свободными передние стеночки. И вот за них мы будем делать обвязку. Итак, сделали первую соединительную петлю. Делаем накид. И в следующую петлю провяжем два столбика с одним накидом. Один столбик с одним накидом. И в ту же петлю провязываем второй столбик с одним накидом. И так чередуем до конца ряда. Заканчиваем соединительную петлю. В следующую петлю провязываем два столбика с одним накидом. И так чередуем до конца ряда. Заканчиваем соединительной петлей. И прячем хвостики. Предварительно их завязав на удилочке прячем хвостики во внутрь вязания. И так закончилась у нас обвязка соединительной петлей. Здесь вот тоже делаем под соединительную петлю. Под соединительной петлей подхватываем ниточку. Протягиваем ее. Тоже здесь делаем соединительную. Так вот соединили. И протянем ниточку. Отрежем ее, оставляя небольшой хвостик. Далее снимаем плюш с ниточки. И вот этот вот второй хвостик. Подтянем ее вот так. Заведем вовнутрь. Выведем на лицевую сторону. И завяжем на узелочки с первым хвостиком. Немножечко отрежем. И прячем вовнутрь вязания. Отрезаем нить. Так, первая ножка у нас готова. Вторую ножку вяжем точно так же. Вот у меня уже готовы две ножки. И далее будем с вами делать соединение ножек. Для этого берем пряжу цвет нижнего белья куколки. У меня это розовый. Далее берем любую из ножек. Вот эту вот последнюю петлю. Немножечко ее распустим. На ней будем менять цвет пряжи. Так, довязываем ее розовой пряже. Здесь поставим маркер. Отметим начало нового ряда. И провяжем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Далее вяжем одну воздушную петлю. Берем первую ножку. Подхватываем петлю первой ножки. И уже по первой ножке вяжем столбики без накида. Подхватываем рабочую нить. И вот на крючке получается у нас 3 петли. Провязываем их вместе. Продолжаем вязать столбики без накида. 1, 2, 3, 4, 5. В месте соединения провяжем с вами один лишний столбик. Это для того, чтобы при наполнении наполнителем не образовалась дырочка в месте соединения. Итак, вяжем столбик без накида по воздушной петле за одну стеночку. И вот этот дополнительный лишний столбик без накида провяжем в столбик, который поднимался с четвертой петли. Вот по первой ножке, то есть по второй ножке, там где у нас начало ряда, там где мы с вами вязали 4 столбика без накида. Вот четвертый тут столбик, вот оттуда откуда поднимается петля с четвертого столбика. Вот здесь вот подцепим стеночки, можно одну, можно две и провяжем туда столбик без накида. Вот так. И до конца ряда вяжем оставшиеся столбики без накида. В этом ряду у нас должно получиться всего 15 петель. Это получается 6 петель одной ножки, плюс 6 петель второй ножки, это 12. Дальше с лицевой стороны воздушная петля один, и со стороны спинки у нас получилось тут в месте соединения еще две петли. То есть всего получается 15 петель. Итак, вот эти вот все хвостики прячем, снимаем с них плюш и фиксируем на узелочке, фиксируем на стеночках любой подходящей петли и прячем вовнутрь вязания. Далее вяжем 10 столбиков без накида. Один, два, три, четыре, пять, 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 пять. Шесть, семь, восемь, девять и десять. Далее вяжем одну прибавку, провязываем в одну петлю два столбика без накида. Далее вяжем два столбика без накида по одному столбика в каждую петлю. Далее вяжем одну прибавку, в одну петлю провязываем два столбика без накида и до конца ряда у нас остается один столбик без накида, мы его провязываем. Отмечаем новый ряд и следующие два ряда вяжем без изменения в каждом ряду по 17 столбиков без накида. Итак, вяжем два ряда без накида, последний столбик второго ряда не довязываем до конца, на нем мы будем менять цвет пряжи. Итак, последний столбик не довязываем до конца, меняем на нем цвет пряжи на основной. Итак, вяжем бежевую пряжу, довязываем столбик без накида, отмечаем новый ряд. Следующий ряд провяжем 17 столбиков без накида за заднюю стеночку каждой петли. Провязали, отмечаем новый ряд, отрезаем розовую пряжу и завяжем на узелочки. Далее вяжем 4 столбика без накида. Так, один столбик без накида, второй, третий, четвертый, вяжем одну бабочку, провязываем две петли вместе за передние стеночки. Далее вяжем 4 столбика без накида, один, два, три, четыре, вяжем одну убавку, провязываем две петли вместе за передние стеночки. Далее вяжем 2 столбика без накида, один, два, вяжем одну убавку. И вяжем еще один столбик без накида, отмечаем новый ряд. Итак, в этом ряду у нас должно получиться 14 петель. Далее, новый ряд у нас отмечен, делаем в начале ряда одну убавку. Далее вяжем 5 столбиков без накида, один, два, три. Далее вяжем 5 столбиков без накида, два, три, четыре, пять. На этом этапе можно еще немного дозаполнить наполнителем. Наполняем игрушку средней плотности. Итак, наполнили немного наполнителем, отмечаем новый ряд. И следующие три ряда вяжем без изменения в каждом ряду по 12 столбиков без накида. Последний столбик без накида 3 ряда не довязываем до конца. На нем будем менять цвет пряжи. Итак, провязали три ряда без изменения. Берем пряжу розового цвета, довязываем последний столбик без накида 3 ряда. Отмечаем новый ряд. И следующие два ряда вяжем без изменения в каждом ряду по 12 столбиков без накида. И бежевую пряжу, вот эту, здесь можно ее не отрезать. Не отрезая, мы там дальше продолжим вязание. Итак, последний столбик не довязываем до конца. Подхватываем пряжу бежевого цвета и довязываем. Отмечаем новый ряд. Следующий ряд вяжем 12 столбиков без накида за заднюю стеночку каждой петли. Провязали, розовую пряжу отрезали. Хвостики зафиксировали и спрятали в вязании. Далее на этом этапе можно еще немного дозаполнить наполнителем. Далее будем с вами ввязывать ручки. Итак, начало ряда отмечено. Для начала провяжем один столбик без накида. Далее берем одну ручку и провязываем ее вместе с столбиком двумя столбиками без накида. 1 столбик без накида и второй столбик без накида. Далее вяжем 4 столбика без накида. 1 2 3 4 Берем вторую ручку и также провязываем вместе с столбик без накида. 1 и 2 и до конца ряда вяжем еще 3 столбика без накида. 2 3 Отмечаем новый ряд. Кто не подписан на мой канал, предлагаю подписаться, чтобы не пропустить вторую, заключительную часть по вязанию куколки Асены. Всем спасибо большое, что вяжете вместе со мной. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok